Здравствуйте, меня зовут Оксана, я приехала из Москвы, приехала в Нонси 12 сентября, и я учусь, я закончила университет Деларей, училась до этого в МИСИС, Московский институт Сталифа. И Оксана, почему ты приехала именно в Нонси? Ну, во-первых, у меня подразумевала так моя программа двойного диплома, первый год в России, второй год во Франции, в городе Нонси, а во-вторых, я поехала сюда для того, чтобы, не знаю, как-то попробовать что-то новое, мне всегда хотелось ехать учиться за границей, познакомиться с новыми людьми, посмотреть, как живут люди в Европе, и, в общем-то, чтобы расширить свой кругозор. И с какой самой большой трудностью ты столкнулась при приезде? С самой большой трудностью столкнулась при приезде с языком. Очень сложно, когда ты не думал, что французский язык, сложно, знаете, какое-то взаимопонимание, и в банке у нас были проблемы с получением кредитной карты, потому что все это происходит очень долго, и здесь очень много заполнено всяких бумажек, бюрократия, все делают очень медленно, и я бы посоветовала просто, наверное, набрать терпения и как можно больше следить с этими работниками. И, значит, как ты решила тогда вот эти проблемы? Как решила? Мы постоянно ходили, каждую неделю ругались, писали, вот, и наконец-то нам сделали. А еще я хотела бы, да, посоветовать, чтобы вы следили за тем, какую карту вам делать, потому что первый раз мне сделали карту маэстро, а ей вообще нигде нельзя расплатиться, в интернете ничего, это самая плохая карта, да. То есть нужно обязательно следить, какой тип карты, банковская карта тебе будут делать в банке. Спасибо. И для тебя, например, какая разница существует между учебной системой во Франции и в России? Ну, во Франции мне нравятся учебные системы больше, потому что здесь у них как-то больше интерактивно все происходит, преподаватели больше, ну, по крайней верю, в моем университете, больше взаимодействуют с аудиторией, очень все, артистично все это преподают, и это очень интересно, действительно, очень много бизнес-игр, и мне нравится больше, чем в России. И что особенно тебе понравилось в НОСИ в плане студенческой жизни? Ну, мне очень понравилось то, что в НОСИ есть такая, ну, как это можно назвать, организация Erasmus, которая предоставляет студентам поездки, какие-то активности и очень много всяких возможностей для того, чтобы путешествовать, знакомиться с людьми, по какие-то вечера учить готовить студентов. И что бы ты посоветовала, какой бы последний совет ты могла дать тем студентам, которые бы хотели приехать учиться в НОСИ? Я бы посоветовала путешествовать как можно больше, пока вы здесь находитесь, потому что здесь это очень легко и для студентов достаточно дешево, здесь на вокзале продается карт Джон, которая стоит всего 50 евро, и получается скидка на все билеты 50%, как можно больше путешествовать, знакомиться, общаться с людьми, просто узнавать всего нового и не стесняться. Моя ошибка была в том, что мы первый год, мы очень сильно стеснялись и поняли только под конец, что надо как-то открываться, просто не бояться. Спасибо большое.